Я был просто убежден, что знаю о своем любимом городе абсолютно все и уже побывал во всех интересных местах. Но это приложение открыло для меня Тюмень заново. Ну что ж, как оно работает и почему именно Соболь теперь станет основным туристическим брендом региона, расскажем точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. И вот о чем еще поведаем в ближайшие 45 минут. Где в Тюмени шумит море? Такого нет ни в Европе, ни в Азии, ни в Латинской Америке. Какой тюменский путепровод студент из Ганны превратил в туристическую Мекку и о чем гостям региона поведает новый бренд Соболь? Выживает крупнейший. Мы готовы им помочь составлять бизнес-планы, план доходов и расходов, помогать в оптимизации, каких-то вещах, которые они зачастую не знают. Выстоят ли магазины у дома в неравной борьбе с федеральными сетями? Во вторник дети опять не пошли в школу. Кстати, накануне родители возмущались в социальных сетях по поводу несправедливой с их точки зрения отмены занятий. Дескать, мороз, а дома в первую очередь смену остались только младшеклассники. Так кто принимает решение об отмене занятий в школе? Как выяснилось, информацию об отмене учебы распространяет департамент образования, основываясь на данные, присланные Гидрометеоцентром. В соответствии с таблицей специалист департамента принимает решение и информирует уже непосредственно руководство. И в 6.15 именно решения департамента публикуются на официальном портале Тьюмен Сити и дублируются уже в социальных сетях. Но кто автор этой таблицы? Кто утверждает параметры погодных условий? И когда они менялись в Тюмени последний раз? Несколько дней наши корреспонденты пытались найти ответ на этот вопрос. Оказалось, что есть некое постановление Санитарного надзора России и на его основе каждый регион и город вводит свои поправки. Мы обзвонили департаменты образования города и области, управление Роспотребнадзора, МЧС и везде получили один ответ. Мы только согласовываем, но не утверждаем и не меняем. В такие морозы самое время спланировать летний отдых и согрейтесь от этих мыслей и сэкономите круглую сумму денег. Ну а что выгоднее путешествия по туристической путевке или собственным маршрутам, уточнит Карин Закирьянов. На двоих, на 10 дней, если мы смотрим пятерки нормального уровня, то на двоих хороший отель получается где-то от 90 до 120 тысяч. Речь идет о Турции, самом востребованном летнем курорте россиян. На недорогой л-инклюзив можно рассчитывать лишь при условии раннего бронирования. Сэкономить 30-50 тысяч рублей получится, если купить тур уже сейчас. Сейчас у многих туроператоров 50% мы вносим здесь и сейчас. Оставшуюся сумму по раннему бронированию, как показывает сейчас наша практика, либо до 1 мая, либо до конца мая. Еще один способ сэкономить на турецком отдыхе отправится не в сезон, как это сделал Василий Денисов. С женой они самостоятельно посетили страну в октябре. Мы выезжали из одного отеля и ехали в другой, без предварительного бронирования. Плюс снижение цены, это касается и ресторанов, и самих плестиниц, плюс пустые пляжи совершенно. Море в это время уже прохладное, если в северную часть ехать. В Южной будет теплое, главное не прокараулить билеты. Как правило, это самая дорогая часть самостоятельного путешествия. А вот в Таиланд ездить без путевки искренне не рекомендует тюменский блогер Александра Данчина. Девушка проводит там всю зиму и признается, что смысла ехать на месяц без агентств? Нет. Один билет из Москвы до Бангкока стоит 15 тысяч рублей. Вот считайте, на двоих это будет в одну сторону 30 тысяч рублей, и в другую сторону 30 тысяч рублей уже 1000 долларов. Плюс вам нужно где-то жить. Это минимум около 1000 рублей в сутки на двоих. То есть это еще плюс 30 тысяч, если вы на месяц. Итого у вас получается в районе 80 тысяч рублей за путевку на двоих. А ведь надо еще питаться. К тому же у тайцев есть система. Чем больше срок бронирования квартиры, тем дешевле цена аренды. Нам апартаменты обходятся в среднем в рублях в районе 25 тысяч рублей. А когда захотели приехать наши друзья и поселиться вместе с нами, и они сюда приехали на 30 дней, то они за апартаменты отдали в рублях примерно 40 тысяч рублей. Кстати, месяц пребывания на Пхукете по цене примерно такой же, если провести его в Тюмени. Поэтому сюда сибиряки едут не ради экономии, а ради тепла и моря. Ну а пока придется довольствоваться сибирским солнцем. 12 серебряных ключей могут получить знатоки истории областной столицы. Квест запустили в группе «Тюмень. Наш дом». Каждую пятницу там будет появляться новое задание. С каждым этапом вопросы будут усложняться. В итоге за призы поборются самые любознательные. Каждый месяц будут вручать по одному ключу. В историческом путешествии по Тюмени участникам квеста поможет пес Ромка из рассказов Константина Лагунова. Итоги конкурса подведут в декабре после вручения последнего 12-го ключа. Историческими событиями пропитан почти каждый уголок областного центра. И удивительно, что порой мы проходим мимо, казалось бы, привычного места, которое хранит тайны вековой давности. Вот, например, что в Тюмени делал сын Мао Цзэдуна, поведает Екатерина Шадрина. Путепровод на Мельникайте студент из Ганны облюбовал почти сразу, как приехал. Это для него настоящая достопримечательность. Фредерик восхищенный местной архитектурой. Сейчас он учится проектировать здания так, что дома мечтает построить такие же, как наши торговые центры. Других иностранцев, напротив, восхищает тюменская старина. Такого нет ни в Европе, ни в Азии, ни в Латинской Америке. И в большей степени, конечно, интересует наш исторический центр Тюмени. Деревянная резьба, деревянное озвучество, такие улицы, как Тержинского, бывшая Садовая, наши православные храмы. Чтобы увидеть необычное в обыденном, полезно знать историю не только старинных сооружений, но и новых архитектурных объектов. Например, о подвиге сибирских кошек до сих пор знают не все. В феврале 44-го начальник тюменской милиции получил необычную телеграмму. Я приказываю в срок до 1 апреля 1944 года собрать не менее 50 кошек и отправить их специальным марашютом в распоряжение у НКВД по Ленинградской области. Собрать хвостатых было велено для очистки подвалов и эрмитажа от крыс. В блокаду всех кошек в Ленинграде съели, а сибирские животные слыли отменными крысоловами. Так появился посвященный им сквер. Российские туристы специально ищут это место. У азиатских путешественников другие запросы. В Китае признается так называемый красный туризм. Их интересует символ революции. В бывшем таком доме знаменитых тюменских купцов-колокольниковых, там находила штаб-квартира одного из первых маршалов Советского Союза Василия Константиновича Блюхера. Он был одним из основателей народно-революционной армии Китая. А в здании на Перекопской был политотдел, где в звании Старлея служил сын самого Мао Цзэдуна. Ну и конечно, бывшее Александровское училище может похвастаться тем, что с июля 41-го по март 45-го служила в качестве мавзолея для вождя мирового пролетариата. Тело Владимира Ильича за годы войны стало тяжелее на 3 кило. Так что пришлось шить новый костюм. И такими фактами история Тюмени богата. История региона – это лишь малая часть того, что привлекает сюда все новых туристов. Только за неделю новогодних праздников в Тюменскую область посетили 200 тысяч человек. Из них почти 50 тысяч приехали на экскурсии. Что же так привлекает гостей? Ведь у нас ни гор, ни море, ни палящего солнца. Неужели новый туристический символ – Соболь? Мы спросили у директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой. Мария, здравствуйте. Сегодня существует такой стереотип, что нефть и медведи – это такие главные бренды Тюменской области. Вот как это планируете уместить вместе с Соболем? Те стереотипы, которые существуют, как вы уже назвали, медведи, нефть. У нас помимо этого есть еще великие личности наши – Распутина, Меделеев. И, соответственно, мы избавляться от этого не планируем. Мы, наоборот, планируем это продвигать, об этом рассказывать, презентовать Тюменской области именно с позиции этих брендов. Но продвигаться мы будем под единым туристическим брендом, брендбуком, который у нас как раз был представлен. В конце прошлого года уже заработало даже мобильное приложение и еще какой-то портал, насколько мне известно. Что туда входит и как это работает? У нас, получается, когда мы презентовали бренд, мы одновременно презентовали туристический портал Visit Human и одноименное приложение мобильное Visit Human. Соответственно, это уже как некая такая платформа, которая подготовлена именно для продвижения туристического потенциала нашего региона. На портале на сегодняшний день представлена информация обо всех туристических направлениях, которые существуют в нашем регионе, обо всех объектах питания, размещения, показа. То есть приехал, запустил мобильное приложение и не растерялся уже? Да, совершенно верно. Востребовало оно сейчас? Ну, на наш взгляд и по нашим, так скажем, статистическим уже данным, потому что мы отслеживаем динамику, за первые две недели Нового года около 20 тысяч посещений нашего интернет-портала. Это как раз каникулы, когда приезжали сюда гости? Это как раз каникулы, да. То есть там была размещена та информация, которая была востребована на новогодних праздниках. Это наши сибирские зимние забавы. И, соответственно, портал пользовался популярностью, и мы в дальнейшем будем заниматься его продвижением, администрированием, для того, чтобы он всегда выходил в топ поиска, и люди могли воспользоваться им. Понятно, что к нам сегодня едут в основном жители соседних регионов. А иностранцев как мы привлекаем? Как многие знают, что у нас очень такая великая история, поскольку город Тобольск некогда очень давно был столицей самой большой губернии в Российской империи, от Вятки до Камчатки. И поэтому, когда мы себя позиционируем, как Тюменская область врата Сибири, соответственно, нас именно так воспринимают. В этом году предлагаете еще и императорский маршрут. Расскажите, насколько он востребован? И еще маршрут «Черное золото Сибири», насколько мне известно. Да, это два таких больших проекта, которые мы очень тщательно прорабатывали в прошлом году, и в этом году мы уже планируем такую практическую реализацию, уже вот в эксплуатацию, так скажем, этих маршрутов. Императорский маршрут – это национальный, федеральный проект, который мы реализуем под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Тюменская область назначена координатором этого проекта, и в этот проект входит не только Тюменская область, но еще ряд регионов – Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Седловская область и Тюменская область, соответственно. Это маршрут памяти. В 2018 году как раз вот его запуск, потому что этот год ключевой, поскольку именно 100 лет назад произошли трагические события, которые связаны с темой семьи нашего соседнего императора. И в этом году у нас в первую очередь к нам приедут дети с различных регионов страны, и эта программа уже на согласование в Министерстве в ближайшее время, мы ее будем уже подписывать. И это такой проект, который будет привлекать не только детские группы, а также мы разрабатываем классические маршруты, по которым уже туристы смогут приехать и узнать историю нашего последнего императора. Ну и скажите, вот можно ли сейчас какую-то аналитику провести по приросту туристов в регионе? Вообще поток очень хороший, даже по сравнению со многими субъектами, которые, в принципе, по туристическим направлениям сильны и достаточны. Имеют больше потенциал, да? Да. Конечно, наш туристический поток, он сформирован в большей степени деловыми туристами, это треть турпотока. Треть этого потока – это те гости, которые приезжают с целью оздоровления. А треть, уже получается, турпотока – это те гости, которые приезжают к родственникам, к родным и с целью отдыха. То есть по всем остальным, так скажем, туристическим направлениям. Мария, спасибо вам огромное, что поделились информацией. И спасибо за то, что делаете наш регион известным и интересным. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Смотрите сразу после короткой паузы. Выживает крупнейший. Мы готовы им помочь составлять бизнес-планы, план доходов и расходов, помогать в оптимизации. Выстоят ли магазины у дома в неравной борьбе с федеральными сетями? Живи, танцуй, люби. Когда мы танцевали в детстве, мы очень сильно ругались. Прямо постоянно были конфликты. Существуют ли чувства на паркете, выясним в нашей специальной рубрике «Время любви». Это точнее, и мы продолжаем. Тюменская прокуратура больше не ждет жалоб от жителей. Раз в квартал специалисты выезжают в микрорайоны, откуда поступило наибольшее количество обращений. В основном это новостройки. Сейчас решили именно в начале года посетить также микрорайон «Ямальский-2», потому что никому не секрет, и люди видят, как он расширяется. Можно сказать, дома растут как грибы, и поэтому у нас возникла, скажем так, не то что необходимость, а посмотреть своими глазами, есть ли проблемы в данном микрорайоне. В нашем доме в 2015 году установили антенну GSM, которая, соответственно, передает сигналы. Был заключен договор с управляющей компанией на аренду, соответственно. Мне не могут управляющие компании дать ответ, куда уходят данные денежностиства. То есть либо на ремонт, либо еще на что-то. Просто мы хотели данные денежностиства использовать на, грубо говоря, установку дополнительных видеокамер. На встречу с прокурорами приходят и граждане, и представители управляющей компании. Если нарушение обнаружено, решается, кого привлечь к его устранению – жилищную инспекцию или полицию. На рассмотрение дается 30 дней. Готовь сани летом, а ключи зимой. Теплые новости холодным январем пришли к собственникам квартир в домах не выше сосен. Жители самого весеннего микрорайона получили ключи. Эмоции тюменцев, которые передать словами невозможно, покажет Ксения Мальцева. Морозным утром на улицах Тюмени появились необычные авто. Они спешат согреть любимых клиентов радостной новостью. Самый весенний жилой комплекс Тюмени начал выдачу ключей. Детские площадки нам понравились, потому что у нас трое детей. И мы даже летом приезжали туда просто покататься. И нравится, что там очень уютненько. Когда особенно видишь эти многоэтажки, такие аккуратненькие домики, не знаю, как-то они выигрывают, конечно. Низкая этажность действительно большое преимущество. Здесь нет места посторонним. А дружба с соседями – привычное дело. Квартиры сдаются с ремонтом и частичной меблировкой. Это здорово бережет нервы жителей новостройки. Точка притяжения – пешеходный бульвар длиной в 300 метров, на котором проводятся мероприятия. Выдача ключей – это действительно радостное событие. Для нас, как для застройщика, так же и для новых жителей. Мы планируем передавать ключи от двух новых домов. Эти дома мы сдали раньше срока. Строим мы достаточно быстро. И отличие новых домов заключается в том, что у нас будет другая улучшенная отделка, немного другие, более качественные строительные материалы и существенно улучшили качество встроенной мебели, которую мы передаем вместе с отделкой жителям. Дворы без машин и полторы тысячи бесплатных парковочных мест. Параллельно строительство еще двух шестиэтажных домов с большими террасами. Посмотреть, как выглядит жилье с ремонтом и мебелью от застройщика, а также вариант с полной обстановкой, можно в красивой демонстрационной квартире. Презентацию своих трудов готовят и педагоги областного центра. Что еще заинтересовало нас на информационных просторах, расскажем в нашей рубрике. Точнее говоря. Внимание водителям! В Тюмени перекрыт правоповоротный съезд с развязки на монтажников в направлении с Широтной на 30 лет победы и Народную. Здесь началось строительство ливневой канализации. Для движения транспорта спуск будет закрыт до 5 февраля. Для объезда рекомендуется использовать проезд монтажников или три левоповоротных съезда. Наши наставники. В Тюмени начался прием заявок на городской этап конкурса «Педагог-2018». За победу в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог года» готовы побороться 60 человек. Одно из самых сложных испытаний для участников – открытое занятие. Его нужно провести с незнакомыми детьми. Прием заявок и конкурсных материалов продлится до 26 января. Состязания для педагогов, набравших наибольшее количество баллов, начнутся 12 февраля. «Пельмень. Я люблю тебя». В рамках гастрономического фестиваля 17 тюменских ресторанов предлагают гостям специальное меню. В нем авторские пельмени и варильники, а также китайские цяо-цзы, итальянские равиоли, грузинские хинкали и квери. Финалом фестиваля станет уличный праздник еды, который состоится 17 февраля на Цветном бульваре. Напомним, год назад тюменцы установили российский рекорд по поеданию пельменей – более 2,5 тонн. Продуктовые войны разворачиваются между крупными сетями и магазинами у дома. Последним все сложнее выживать на этом поле боя за покупателей. Ведь мы с вами привыкли к хорошему ассортименту и системам лояльности, скидкам и бонусам, чего маленькие магазины предложить не могут. Продолжит Ирина Шипилова. Владимир Панов крутится как белка в колесе. Схема купи-продай уже не приносит прибыли. По соседству открылись магазины крупных федеральных сетей. Покупатели ушли туда. Два года назад магазины у дома решили объединиться, чтобы коллективно противостоять ритейлу. У нас уже около 80 магазинов, даже чуть более 80 магазинов в нашем объединении. Но есть много проблем. Для крупных местных товаропроизводителей мы неинтересны. Нам нужны просто скидки, но реальные скидки. То есть не то, что, ну, не знаю, 10-15%. Местные производители скепсис не разделяют. Уверяют, что с магазинами у дома работать удобнее, чем с сетями. Они гибкие, без бюрократии можно поставить новинки на полку. Но большие супермаркеты – это больший объем продаж. Для нас важен в первую очередь покупатель. Поэтому действительно есть условия, там, скидки, которые разрабатываются, программы развития для тех или иных торговых точек, на разные продукты. Однако магазины у дома все равно закрываются. В масштабах Тюменской области это 10 тысяч рабочих мест. Коллективное письмо предпринимателей о помощи получила бизнес-омбудсмен. Магазины у дома должны быть. Они все равно будут востребованы. Конечно, им будет очень сложно выживать. Мы как раз собрались в феврале провести круглый стол, пригласить местных производителей, пригласить владельцев, собственников этих маленьких магазинчиков, чтобы в каком-то таком компромиссе… За работу того или иного магазина покупатель голосует рублем. А считать деньги люди умеют. И это касается сегодня не только цен на товары, но и расходов на бензин и времени, потраченного на обслуживание. Научиться считать деньги должны и предприниматели. Спасать вместе с ними их бизнес готовы сегодня товарищи по несчастью. Предприниматель Алексей Худяков – дистрибьютор крупнейших российских заводов. Он поставляет продукцию в 3 тысячи магазинов в Большой Тюменской области. И закрытие хотя бы одного из партнеров – это удар и по его делу. Мы готовы им помочь составлять бизнес-планы, план доходов и расходов, помогать в оптимизации, в каких-то вещах, которые они зачастую не знают, повышать уровень образования, повышать лояльность покупателей. Лояльность покупателей этот магазин в поселке Вензели заслужил натуральностью. Бороться с сетями решили собственным мясным, молочным и хлебобулочным производством. Покупатель уже понимает, что такое натуральное и что такое с добавлением всякой химии. Поэтому получается, покупатель приходит, пробует, ему нравится, с удовольствием приходит. Теперь планируют открыть колбасный мини-цех. Согласно одному из последних проведенных опросов, только 14% тюменцев ходят в основном в магазины у дома. 86% жителей покупают продукты в сетевых гипермаркетах. Причин несколько. 63% говорят, что в большом магазине удобнее приобретать товар, хотя бы потому, что там значительно больше ассортимент. 46% надеются на возможность сэкономить, ведь в гипермаркетах постоянно проходят различные акции. И, наконец, каждого пятого покупателя привлекает комфорт. Это грамотная выкладка товара, удобные проходы, отсутствие прилавка. Вот и еще один пример лояльности покупателей. Фонд Руси и сеть магазинов «Пятерочка» запустили совместный социальный проект, который призван обеспечить продуктами незащищенные слои населения. К слову, ряд товаров был направлен и погорельцам с Олимпийской. Что в пакете и кому положена бесплатная еда, уточнит Дарина Скорнякова. Эти продуктовые корзины наполнены макаронами, крупами, соками, тушенкой. Волонтеры фонда «Русь» передают пакеты с едой многодетным семьям. Такому подарку мама троих сыновей Людмила Микитенко ставит «Пятерку». Оценка символична и не случайна. Ведь акция инициирована крупной российской торговой сетью «Пятерочка». Спасибо вам и к магазинам, и центрам семьи. Благодарим вас, что вы помогаете. В «Пятерочку» ходим часто. Нормальный магазин. И цены невысокие. Фонд «Продовольствие Русь» и торговая сеть «Пятерочка» запустили совместный проект по обеспечению социально защищенных слоев населения продуктами питания и продовольственными товарами. Ежемесячный бюджет акции – миллион рублей. Наборы волонтеры собирают под каждую семью индивидуально. Где-то больше товаров для младенцев, где-то ориентир на школьников. Тем, кто живет далеко от магазина, продукты доставят на дом. И вот 60 наборов получили как раз те люди, которые пострадали в пожаре на Олимпийской. А 100 наборов было отдано многодетным семьям, неполным воспитывающим ребенка-инвалида и так далее. То есть тем, кому нужна поддержка. На базе магазинов «Пятерочка» в разных регионах волонтеры каждый месяц проводят продовольственные марафоны «Корзина доброты». Пожертвования принимают от покупателей, не отходя от кассы. Так, за два с половиной года удалось собрать и раздать нуждающимся около 85 тонн еды. И сегодняшняя акция «Продукты на миллион» – продолжение эффективного партнерства торговой сети с фондом. Смотрите далее на канале «Тюменское время». Живи, танцуй, любим. Когда мы танцевали в детстве, мы очень сильно ругались. Прямо постоянно были конфликты. Существуют ли чувства на паркете, выясним в нашей специальной рубрике «Время любви». Тяжела ноша до тепла. Теперь такое можно найти разве что в музее. Ведь сначала фабрику закрыли на клюшку, а затем и вовсе снесли все корпуса. Отправимся в теплое прошлое вместе с рубрикой «Прокулки во времени». Меньше недели остается до главного танцевального события года турнира мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2018 на Кубок губернатора Тюменской области. Ни для кого не секрет, что партнерство в этом спорте выходит чуть ли не на первый план. И кажется, что пары обязательно должны быть очень близки, может быть, даже испытывать сильные чувства друг к другу. Так ли это, выяснила Анастасия Лизаревича в рубрике «Время любви». Полечка и Вару-Вару – это первые танцы, которым учат в танцевальной школе. В этой группе клуба «Фантазия» самые маленькие детки, им по пять лет. И пока тренер объясняет, как шагать квадратами и держать руки, они успевают друг другу строить глазки. У малышей еще та Санта-Барбара. Мне нравится Полина. Так, а тебе? А мне нравится Тюма. А мне нравится Гоша. Так, а Гоша? Не я. Он за тобой ухаживает? Ухаживает. За ручку держит? Держит. А в щечку не целовал тебя? Целовал. Любовь-морковь в танцах с возрастом меняет полярность. Проходит всего лет пять, и дружбы не разлей вода в паре, как не бывало. Это ребята категории юниоры. Уже не маленькие, еще не взрослые. Я не видела таких, которые влюбляются. Мишу и меня начинают бесить, поэтому мы начинаем ругаться. Тут все по-взрослому. Красивые движения и фигуры. Сложно не заметить нежность в таких танцах. Румба чувственная и страстная. Это уже молодежь, но отношения еще сложнее. Танцевальная пара вместе проводит времени больше, чем с родителями. Тренировки, выездные турниры, перелеты и гостиницы. Приходится быть вместе 24 часа в сутки. А на паркете отвечаешь не только за себя, но и за ошибки партнера. Кирилл Рожков и Карина Арсенюк вместе полтора года. Проверить отношения время было. Бывает, рыбаемся, но в основном мы дружим. Про любовь к хахам? Нет, в нашей паре нет. Танцы на колясках особые, как и отношения между партнерами. В этой категории танцевать особенно сложно. Здесь доверия должно быть еще больше. Особенно, когда один уже чемпион мира. Как в паре Натальи Жилы и Александра Скобелева. Для меня, конечно же, она как друг. Она как друг, товарищ, тут же и партнер, тут же и ученик. Все в одном. Кардинально, конечно, поменялся образ жизни. Сейчас мы спим, кушаем, спим, кушаем. Их счастье родилось месяц назад ростом 51 сантиметр. Семьи танцоров создаются крайне редко. Пара Седошенко скорее исключение исправил. Александра и Екатерина в детстве вместе танцевали ча-ча-ча и вальсы. А когда выросли, оба попали в знаменитую команду Формейшн Вера. На свадьбе гуляла пол коллектива. Свой медовый месяц в Египте влюбленные тоже провели в компании танцоров. Про Руды Кати отдельная история. Она была на девятом месяце, когда Саша боролся на немецком паркете за золото чемпионата мира. Эта медаль особенно ценная. А ребята доказали, любовь и танцы – вещи совместимые. Вот когда мы танцевали в детстве, мы очень сильно ругались. Прямо постоянно были конфликты. И вот теперь такое вот чудо у нас есть. Это возможно – танцевать вместе и любить друг друга. Вот только вернется ли на паркет молодая мама после декрета, она пока думает. Ну а результат любви и понимания в этом спорте мы с вами увидим на главном танцевальном событии года турнире мировой серии WDSF Open 2018 на Кубок губернатора Тюменской области. В эту субботу на паркете спорткомплекса Центрального европейская программа. В воскресенье – латиноамериканская. И даже если вы ничего не понимаете в танцах, на это стоит посмотреть. Потому что танцевальные состязания – это всегда шоу, наполненное красотой страсти. А теперь о нашем с вами здоровье. Уже есть первые случаи гриппа, а в поликлиниках очереди из чихающих больных. И в очередной раз покупать кучу медикаментов никому не хочется. Именно поэтому в рубрике «Здоровье за 60 секунд» мы нашли альтернативный способ профилактики. Уточнит Юлия Сауляк. Есть ли диета для иммунитета? И какие продукты незаменимы в простудный сезон? Итак, главные защитники в организме от вирусов и бактерий – антитела или иммуноглобулины. А это белок. Поэтому в рационе должны быть красное мясо, яйца, бобовые разных видов – соя, грибы. Жиры тоже необходимы, они строительный материал для оболочек иммунных клеток, лимфоцитов и макрофагов. Поэтому добавляем в меню жирную рыбу, орехи, семечки, оливковое и сливочное масло и авокадо. Главное – не переборщить, избыток жиров тоже вреден. Клетчатка и сложные углеводы тоже понадобятся, поэтому крупы, отруби, фрукты, овощи – все на стол. А вот хлеб предпочтительнее из муки грубого помола. Помним мы про витамины? Это цитрусовые, свежая зелень, яблоки, морковь, киви, капуста. А вот пить можно отвар шиповника, но через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль. Или кисломолочный источник бифидобактерий. Даже пара недель такого питания поможет организму мобилизовать свои силы. Будьте здоровы! И, конечно, важно одеваться по погоде. Причем совсем не обязательно покупать дорогую шубу из натурального меха. Вы спросите, а что тогда может согреть лучше или хотя бы точно так же? Ответ подготовили мои коллеги. Говорят, мех не настоящий. Еще недавно синтетика считалась чем-то дешевым, неудобным и холодным. Мир моды снова перевернул все с ног на голову, а дизайнеры укутали модели вещи из искусственного ворса. А все потому, что за последние годы эко-шубка сильно изменилась и теперь готова менять наши взгляды на моду и комфорт. Большие вопросы вызывала его теплопроводность. Считалось, что натуральный мех очень теплый, искусственный ему в этом уступает. Но с развитием технологий мы можем сказать, что сейчас придумывают такие варианты искусственного меха, что он нисколько не уступает по теплопроводности вот тому самому натуральному. Притом его еще утепляют дополнительно и дублируют подкладкой, которая тоже дает вот это тепло. Дополнительным преимуществом станет отсутствие моли и особых ритуалов ухода. Искусственная шерстка крайне неприхотлива и очень актуальна. Сейчас экологичная тенденция просочилась и в массовые сегменты рынка. Мы можем найти сейчас очень такие интересные модельки. И современная мода, она как раз диктует очень яркие акценты. Поэтому шубки из искусственного меха, я бы сказала, что сейчас они даже перегнали по своей популярности шубы из натурального. Потому что это тренд однозначно. К тому же искусственный мех легко окрашивается в любые цвета радуги. Если нет желания выкладывать за норку экстремального оттенка сотню тысяч, можно примерить яркий эко-мех. С ним классический лук становится ярким и интересным. Сочетание вещи из искусственного меха с другой, брюками с юбкой, с платьем, идет по принципу либо подобия. То есть мы подбираем образ в одном цвете или в одних оттенках одного цвета. И либо это контраст. Перед покупкой проверьте изделие на прочность волосков и токсичный запах. На ощупь качественная шубка будет мягкой и приятной, а ее долговечность гарантирует акрил в паре с полиэстером. Для морозов подойдет вариант с дополнительным утеплителем. Обычно используется тинсулейт или холофайбер. Так что долой предрассудки, искусственная шубка – это инвестиция не только в модный гардероб, но и в экологию. Толк в меховой моде и качественном крое тюменцы знают не понаслышке. Еще несколько лет назад в заречной части города работала овчинка. И была она на слуху не только у жителей региона. Чем прославились местные скорняки, уточнит Наталья Жукова в рубрике «Прогулки во времени». Знаю, ты страсть, как любишь заглядывать за забор. А за этим бывал? Давай заглянем. Закрыто! И что теперь делать? Придется на пальцах рассказывать. Еще несколько лет назад за этим забором работала овчинно-меховая фабрика. Тюменцы щеголяли в полушубках местного производства. Женщина, а у вас нет отсюда полушубочек? Нет? А, нет, у вас курточка. Помню, у моего папы тоже был полушубок с овчинки. Тяжеленный, жуть, зато теплый. Жаль, теперь такой можно найти разве что в музее. Ведь сначала фабрику закрыли на клюшку, а затем и вовсе снесли все корпуса. Я на этом заводе побывать успела, в корпусах погуляла, да запах специфический застало. Ведь здесь не одно десятилетие выделывали шкуры животных. И натура особо впечатлительная, да. Вегетарианцы всякие говорят, что им и сейчас, в темное время суток, мерещатся тушки убиенных животных, из которых тут шубки шили. Слушай, ну и приведется же тебе ерунда всякая. Не выдумывай, лучше обратимся к фактам. Задолго до появления овчинно-меховой фабрики в этих краях жило много ремесленников, которые занимались выделкой кожи. В цемине к таким умельцам относились с уважением, потому что они из шкурок животных творили настоящие чудеса, которые помогали и в мороз согреться, и в брод реку перейти. Э-э-э, ну, что тут скажешь? Современщина, ты под ним мерзнешь. Ладно, давай быстренько прогуляемся в прошлом и греться. Из кожи ремесленники делали не только обувь и одежду, но и заготовки для книжных переплетов, которые, как горячие пирожки, разлетались по всей Европе. Хочешь узнать, почему? Секрет вот в этих растениях, кустарниковой иве, которую еще называют дальником. Ее тюменские умельцы брали, перемалывали в муку и использовали при выделывании кожи. Интересуешься, зачем? Да за тем, что кожа такая имела очень сильный запах мускуса, который был не по зубам к нижним червям, и тем самым спасал любимые издания. Чопорные англичане и педантичные ненцы страсть как ценили такие издания. Потому неудивительно, что часть британской библиотеки переплетена кожей нашего производства, а каждое издание стоит целое состояние. Говорят, что такая книжка есть и в одной из тюменских библиотек. Эй, ты куда? Интерес, к литературе проснулся? Или ты раритет бесценный решил отыскать? Так не спеши, я пошутила. Хотя, все может быть. Поскольку в Зарике было немало ремесленников, эту часть города называли кожевиным царством. И даже был здесь свой король, Филимон Калмагоров. Кстати, именно ему раньше принадлежал вот этот дом на Щербакова-4. Считается, что в 1860 году Калмагоров уже владел крупным производством кожевиным заводом. Но о нем в следующий раз, а пока вернемся к фабрике. Когда грянула революция, полтора десятка кожевеников-одиночек объединились в артель «Квадрат». Да, не «Квадрат» Малевича, а просто «Квадрат». Кстати, лучше бы они свое предприятие кругом назвали, чтобы дела завертились. А так «Квадрат» не сразу раскрутился. Лишь после объединения его с бывшим Калмагоровским заводом в 1924 году появилась овчинно-меховая фабрика. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал военные бекеши, полушубки, меховые рукавицы. В 1945 году в фабрике присудили первое место среди предприятий легкой промышленности. А потом еще лет 30 тюменская овчинка считалась лучшей в стране. К сожалению, в новой экономической реальности в фабрике места не нашлось, не выжило. Хотя, может быть, это и к лучшему. В один из моих крайних визитов, думаешь, курки, кого я тут видела? Кошек! Вот и я была в шоке! Мне кошачьи милее в живом виде. Пусть живут! А на месте фабрики пусть что-нибудь появится более гуманное. Понравились прогулки во времени? Договорились? Через неделю я покажу тебе новое старое место. Пока! И беги греться! Ну что ж, на сегодня я уточнил всю актуальную информацию и прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся на 21-й кнопке в это же тюменское время. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова